Всем привет, меня зовут Лина, и это Vampire The Masquerade The Sven Song. Мы с вами продолжаем проходить игру. Я вообще думала, что это будет что-то вроде интерактивного кинца, но это прям, 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 слишком круто, чтобы так называть. Я так понимаю, если бы я у того дядьки, вот у того дядьки, да, нехорошего, который даже не удивился, когда мы появились, попыталась бы что-то выпытать, было бы чуть получше, да, но получили. А? 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 Апартаменты Ричарда. Здесь всё по-старому, как всегда. Сейчас, подождите, подождите, не будите, мне надо, я забыла кое-что сделать. А-а-а, в смысле? Сейчас, это, это вот-вот. Ать, ать и ать. Во, во-во-во. Вот, теперь можно что-то делать. Продолжаем. Ричард это видим. Нет, его здесь нет. Где ты, мистер Тедди? Я так понимаю, это её, типа, дочь? Вот. Которая... Какую дискету? Ой, простите. Ой, спасибо. Архивированный конфиденциальный отчёт. Подожди, отчёт о ком? 13 членов, одновременно панический эпизод, Квентин Кинг. Слуги истерично смеялись, почувствовал вмешательство, ментальное вмешательство, не в предчувствии неминуемой смерти. Короче, там какая-то херня происходила у одного принца, да, и спустя 10 лет расследование закрыли, да, то есть там кто-то истерично смеялся, чё-то делал, вот это вот всё. Осмотреть. На такой слог способен только Ричард вставить носитель данных. Понятно. Понятно, что ещё ничего не понятно. Прочитать. Уважаемый доктор Данн. Так, запись идёт, запись идёт. В соответствии с вашими указаниями я подготовил выбранных доноров к вечеру воссоединения. Понятно. Выбранные доноры, да? А мне, наверное, тоже надо будет попить, поесть, чё-нибудь поделать. А там... Слушай, я Эмам, Эмэм, Эмма, короче, всех выпила, мне кажется. Чё-то тут ничего нету такого, ничего прям. Короче, Мишку не нашли. Я так понимаю, это типа её дочка, но есть небольшое подозрение, то, что она нифига не дочка. Заглянуть внутрь. Дискета, только имя Ричард. Только имя Ричард, короче, и умеет пользоваться. Забирай. Пойдём посмотрим, что там на дискете. Есть подозрение, что она просто... Малкавиану это и привиделось. Вот. Воспользоваться. Ооо, уважаю мисс Иверсон. Как вы и приказывали, мистер Андерлуд явился в Валсалон. Составит доклад об объединении с Треймер Хартфорда. Мы готовы подтвердить, что производство может вырасти втрое, если задействовать подвальное помещение. Я считаю, что наиболее разумным решением было бы создать резерв и передать Хартфорду одну треть нашего производства. Для этого мы обеспечим доступ на склад с контролируемой температурой. Что касается более практических вопросов, прошу вас не разглашать разработанную мной формулу при обсуждении сотрудничества. Мистер Андерлуд также считает, что мы должны держать их в секрете, дабы сохранить за собой некоторые преимущества. Мы считаем, что убедить их отправить Треймера в Бостон для проверки стабилизации крови. В Бостон для проведения чего? Производить все необходимое, предоставить... Ричард наверняка добился результатов, если Хейзл проявляет интерес к его работе. Я с дочкой сейчас поговорю, все в порядке. Я сперва сделаю свои дела, потом поговорю с дочкой, пока она там чем-то занимается, потому что как только я обращу на нее свое внимание, ее внимание будет полностью мне посвящено, скорее всего. Ну что, ты нашла своего медвежонка? Пока нет. Не уверена, что он здесь. А ты? Ты сделала то, о чем тебя просила принц? Да, я нашла кое-что, что может заинтересовать Хейзл. Значит, мы сейчас вернемся к принцу? Я еще не закончила, подожди. Нет, милая, я хочу еще раз здесь все смотреть. Жди меня здесь и хорошо себя веди. Ладно. Я просто одним глазком. А, ну там выход уже сам. Я поняла. Значит, имеет смысл реально. Мистер Тедди нету тут твоего. Ничего сокрытого нету. Вот. Дискету мы прочитали? Там что-то про исследование крови. А, я чувствую вину. Ричард часто спрашивал меня. А почему ты вину-то чувствуешь? Пойдем. Пойдем. А, тут можно прям пропускать. Вперед, сладость моя. Лейша. Я? Вся внимание. Все прошло хорошо? Я знала, что могу на тебя рассчитывать. Холзи хорошо себя вел? Да, как обычно. Вот и славно. Ты смогла найти в апартаментах мисс Дрори что-нибудь интересное? Да. Я нашла информацию, которую она собрала о гостях. Включать данные о часовне Хартфорда. Хм, там было что-нибудь об их регенте. Денебе Осборне. Да, похоже, он помешан к некой магии памяти. Любопытно. Я все отдала Дэлсину. Спасибо. Я ознакомлюсь с этим чуть позже. Тебе удалось увидеть или услышать что-нибудь интересное. Досье с информацией о нашей безопасности. Кроме этого, я нашла у Яры досье по вечеру. Где зафиксировала все, что делала Джордина. Может пригодится. Отдай ее Дэлсину. Что-нибудь еще? Вот, мы сползли, получается, Джори. Не надо было никуда сбегать. Все в порядке. Наша другая не осыщится. Все нам сделала. Мне было видение. Я знала, что так и будет. Что ты видела? Ты была... Я... Чего? Это была я. Мой лоб был в огне. Это... Я... Понятно. У тебя есть предположение, что это может значить? Ни одного. Ты разочарована? Главное, что тебя вновь начали посещать видение. А... Эмэм и Джорни? Блин, ну... А, я не расслышала или не рассказывать. Да смысл, они сами придут, все в порядке будет. Так, я заходила в апартаменты Дайаном. У Дайана, я нашла письмо, предназначенное для часовни. Он приятал меня, чтобы выслушаться? Не знаю. В письме было лишь о том, что он участвует в твоем проекте. Но при этом предпочел бы соглашение с Салемом. Теперь я лучше понимаю, его не дам, не высказывать. Придется перекинуться с ним словечком. Продолжай. Ну, это все. Видимо, тут должна быть история про то, как я пришла к тому старику, и он мне что-то рассказал. Я его, ха, переиграла. Но я пожадничала ромбиков и об этом поплатилась. Не будьте как Лина. Это все, что мне удалось найти. Я знала, что могу на тебя рассчитывать. Спасибо, Лейша. Ричард все еще не появился. Тебе удалось что-нибудь узнать? Да. Одна из моих слуг только что вернулась из его бара, Алого Салона. Он проводит там исследование. Вот я понадеялась, что доктор окажется там. Она подтвердила, что доктор Даннам отправился на вечер раньше остальных, и... Мне жаль, Лейша. Нет. Если бы его уничтожили, я бы почувствовала. Я должна его найти. Сейчас среди нас нет никого, кто мог бы действовать незаметнее тебя. Но мы понятия не имеем, что это могло произойти. Это может быть опасно. Я пойду не одна. Со мной будет Хоузи. Конечно. И последнее. Доктор Даннам был там не один. Еще там была Майли. Мое дитя. Приведи ее ко мне. Да, конечно. Мы отправимся сейчас же. Меньшего я от тебя и не ожидала. Спасибо, Лейша. Но тут такое ощущение, как будто отношение между Джулс и принцем, которые должны быть, да, здорового человека. Когда принц такая, ну вот я... Я вот тебе доверяю, все в порядке. Вот такой принц здорового человека, да. Так, Лейша, Мау Кавиане, сводка. Так. Взгляд внутрь. Минус 20. А стоимость следующего улучшения? Ясновидение, милосердие. Короче, надо ясновидение и красноречие, да? Получается. Вы позволили видению вводить вами. Вы отдали принцу документы, которые полностью оправдывают Джорни. Вы нашли письмо Даяны Сиаки, в котором признается в своих симпатиях часовни Салемы. И вы рассказали принцу о том, что было в этом письме. Альтернатива... А, блин, я должна была к Хильде зайти. А, ну неудачи нету, конечно, но я могла подслушать, типа, их разговор. Узнать, чем занят чувак. И Хильду тоже чекнуть. Ну ладно. Интересно. А вот, кстати, видимо, и последствия. ММ. Подойди. Спасибо, ММ. Ты привела ко мне Джорни. Я знала, что могу на тебя рассчитывать. Джей ждет передней. Ей не по себе. Попроси Дэлсона обойтись не помягче. Посмотрим. От меня еще что-нибудь требуется? Пока нет. Но скоро ты мне понадобишься. Я попрошу тебя об еще одном удолжении. Хорошо. Я буду ждать в соседней комнате. Так. Во-во-во-во-во-во. Короче, ментальные характеристики я могу, да, улучшить. Вы подчинились принцу. Джорни сопроводили вас к принцу. Подслушали беседу о Джорни. Сумели взять след Джорни, прежде чем она исчезла. Бонус, 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 резонанс и ясновидение. И могли попытаться убедить Джорни бежать. Но смысл на самом деле. И ни одной неудачи. Ладно. Я чувствую, что спустя какое-то время все очень сильно переменится. У меня будет больше неудач, чем удач. Но зато вы увидите плохую концовку. Блин. Бессменный защитник. У смертных королей были свои локеи. У принца Бостона есть Галеб. Правители приходят и уходят. А Галеб остается. Вот только сегодня от его присутствия не становится спокойнее. Ну вот я на самом деле, на самом деле, я не знаю, какие у тебя там дисциплины. Стойкость, доминирование и величие. Да. А если я, допустим, тебе сделаю вот так вот. Диалоги и вот так вот. Ну вот. Примерно вот так вот. Давайте попробуем. Это я буду сейчас драться? Сто процентов, если его выбрали. Чё тебе? Мой принц. Уинц. Простите. Чё? Делсин? Базори. Похоже, комарилия в опасности. Я к вашим услугам. Галеб, чувство долга делает тебе честь. Надеюсь, ты не потерял хватку. Кот красный объявили в связи с вечером воссоединение с часовней. Там никто не отвечает. Кто присутствовал на вечере с нашей стороны? Около двадцати. Плюс-минус. Доктор Данем и наша лучшая шпионка Яра Дрори уже были там. Есть вероятность, что мы потеряли двух членов Римагена. Из Хартфорда что-нибудь слышно? Если эти псы как-то в этом замешаны, я лично отрежу им головы. Думаете, они могли приложить к этому руку? Не знаю. Продолжай. Слишком рано делать выводы. С чего хочешь начать? Могу ли я рассчитывать на тебя? У вас нет причин сомневаться во мне. Все Ансилы один за одним подчиняются зовы и отправляются на восток. Теперь в городе нет никого старше тебя. Не поступай так со мной. Не сейчас. Я буду очень тебе благодарна. И фэн, чем я могу быть полезен? Встреться с Каев. Пока Яра нет, за безопасность отвечает он. Возможно, он что-нибудь узнает. Можете на меня положиться. Я безоговорочно доверяю тебе, Галеб. Здравствуйте. Чего ты смотришь на меня? Я тот самый стильный. Квадратные тени! Кричу я от них чайкой, на самом деле. Как вы заметили. Короче, имеет смысл просто даже вот не экономить эти ромбики. Потому что вот особо... Ну, мистер Андер, вот извините, но мне были даны четкие указания. Я просто выполняю приказ. Ты даже не представляешь, что на кону. Но очень интересно, будет ли как-то вот оставаться, или будут перед каждой сценой давать новые ромбики. Потому что если будут давать новые ромбики, тогда все в порядке, можно даже и не париться. А почему у него, видите, у него как-то очень странно его голод выглядит. Прямо очень странно. Вещей нет. Да подожди ты, подожди, стой. Ну, давай. Так, персонаж. Дисциплины. Таланты. Черты. Зверь насытился. Понятно. Он просто не голодный. Чё тебе надо? Мой многоуважаемый сыр. Я успел отрыгнуть от твоего раболепия. Это называется уважение. И, похоже, к крысам это понятие незнакомо. Клайз, чего ты взял, что может отказаться от встречи с Леном Примагена? Я ему это припомню. Ты какой-то сильно борзый, вообще. Так, дисциплины диалога можно использовать во всех подходящих диалогах. Для использования дисциплины диалога активируйте её в круговом меню, а затем выберите подходящий вариант ответа. Одновременно может использовать только одна дисциплина диалога. Вы можете включать и отключать дисциплину диалога, если ответ ещё не выбран. Вероятность победы. Ох, нифига себе. Психология. Вот так. Давайте хотя бы сделаем. Ах ты! Это не стандартный визит из вежливости. Он тебе нужен. О, за меня не переживай, я не пропаду. Кстати, ты так и не представь у меня своей очаровательной протеже. Сюйфен? Да, Сюйфен. Уверен, кровь у неё столь же восхитительно, как и имя. Руки не тяни, она моя. Ты собираешься принять её весьма малочисленный клуб потомков Галли в Абазоре? Защититься. Ты-ты-ри-ты-ды-ты-ри-ты-ды. А я не могу ничего сделать. Вообще. А, вот так могу почему? Нет, не могу. Понятно. Не защищаться, ладно. Иди в жопу. Надеюсь, вскоре принц позволит мне это сделать. И я на этом... Болтун! Перезапустить, простите. Я не могу. Подожди. Подожди, 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 подожди. А можно я перезапущу? Да. Перезапустись. Я хочу перезапустить. Я не хочу быть болтуном. Я только не хочу быть болтуном. Серьезно? Я болтун, ребят. Почему я болтун? Еще и непроницательный. Мне не нравится этот старикашка. Че тебе надо? Пропусти меня. Мистер Базари, могу ли я вам помочь? Да, отступи в сторону. Он не желает, чтобы его тревожили. Я под... Это приказ принца. Понятно. Он засел в серверный. Для входа туда вам понадобится пропуск. Возьмите то, что лежит у него на столе. Спасибо. Я не хочу быть болтуном. А в чем смысл тогда? Вот, я нажимаю перезапустить. И все. Типа у меня тупо... Это как-то вообще нечестно. Ключ-карту дай мне. Мистер Лето не в своем кабинете. А ты кто? Ты типа наблюдать. Меры безопасности повышены до предела. Не припомню, чтобы такое случалось раньше. Карточка. Я думала, что я смогу перезапустить. Я болту. Ну, это нормально. Типа возраст. Все такое. Он, видимо, такой. Типа старый уже. Старый и болтливый, блин. Нельзя терять ни минуты. Посмотреть. И не мудрый, нифига. Вообще, если... Чё? Что это было сейчас такое? Интересно. Ты в присядку хотел потанцевать? Опа. Демография. Короче, они тут, походу, смертный мир изучают. Блин, если ты такой старый, у тебя же дисциплины должны быть развиты. Неплохо. Сфига ли ты вообще? Ты мистер Лето, да? Право на ошибку нет. Я опять же говорю, если ты такой старый вампир, ну сделай, сделайте его им в бурне. Мой, блин. Пусть ему просто тогда противники попадают с хитрожопой, а не так, что как бы он сир, он как бы мастер, всё такое. И все такие, ап, на тебя. Это ведь она тебя прислала. Наконец-то, хорошие новости, паршивая ночь. Как обстановка? Так себе. Довольно. Тяжёлая. Принцу нужно больше информации. Надеюсь, ты ей располагаешь. Хочешь подробности? Чё на вечере было? Всё шло по распорядку, где-то до 23.10. И дитя принца, мисс Север, связалась со мной. В это время как раз прибыли хардфордские чернокнижники. Больше мы ничего о них не слышали. Меньше чем через 20 минут мы получили код красный. Как раз собирались выезжать к ним. Кто объявил код красный? Мужчина по имени Ву. Слышали о таком? Это Локей. Один из телохранителей Джейсона Мура. Мура, управляющего финансом. Что он делал на вечере в честь воссоединения? Он должен был ответить на технические вопросы финансовой части соглашения. Мур здорово умеет прятать следы торговли людом. Он все-таки один из них, кто принял сообщение. Код красный получил ты? Лично? Он пришел прямо к нам. Сюда. Он достоверный. Я все проверю. Ближе к делу. Есть информация, которая может заинтересовать принца. Я над этим работаю. Все-таки специалист Яра Дрори, а не я. Была бы она здесь. Как ведут себя анархи? Как обычно. Сторонятся нас. Сам знаешь, как тяжело их бывает найти. Каких из тех пор часов не связывалось, наверное? Из Хартфорда что-нибудь слышно? Думаешь, это они? Это было бы неразумно с их стороны. Всегда знал, что проклятым чернокнижникам нет веры. Новости от Яры. Яра появлялась? Пока нет. И это дурной знак. Протокол обязывает ее первым делом явиться сюда. Если на них напали, она первая оказалась под ударом. Продолжай. Мы еще кое-кого не учли. Кримсон Оукс. Кримсон Оукс. Кто это? Новая группировка. Они объявились недавно. Но пока вели себя тише воды и ниже травы. Ясно. Понятно. Известно не так много. Но я нутром чую, что это они. Хотя не могу ошибаться. Насканально все проверь. Алло. Вы. Наконец-то. Черт. Что? Вы. Алло. Да что, в тебя связь пропала. Кто это был? Во. Гадство. Просто идут гудки. Что он сказал? На них действительно напали. Похоже, на вечере была настоящая резня. Они с Джеймсом едва успели везти оттуда Мура. Сейчас едут ему домой, чтобы забрать какие-то важные документы. А что потом? Они приедут сюда? Не знаю. Связь оборвалась. Перезвони ему. Я сообщу Хейзел. Короче, я так поняла, дядечка будет все просирать, ребята. Он будет болтать и все нафиг просирать. Наше положение критичное. Я собрала вас, чтобы обсудить дальнейшие действия с учетом возникшей угрозы. О какой угрозе идет речь? У нас нет причин. Еще раз ее перебьешь, я перережу тебе гудку. Я прошу прощения. Осторожнее, Хейзел. Как ты смеешь со мной так говорить? Хватит. Приказываю всем замолчать и слушать меня. О, вот оно как. Хватит, Бэрел. Да, вот так. Советую прислушаться к своему Сиру Болтуну. На нас было совершено нападение. Не лучшее время для ребячества. Галлиф. Код красный инициировал Ву. Отправляйся к Муру. Выясни, что произошло. Как пожелаете. И приведи ко мне Мура. Он должен был присутствовать до вечера. Не понимаю, почему только ему удалось с нами связаться. Я бы очень хотела с ним поговорить. Считайте, это уже сделано. Я тебе доверяю. Может быть, он каким-то образом с этим связан. Забери все документы, в которых есть что-либо о нас. Хорошо. Дэлсин, передай Кай, чтобы нашел кого-то нового. Нам нужен посредник для осуществления сделок с людом. Я не собираюсь полагаться на удачу. Затем, я хочу, чтобы ты со всеми поговорил. Должен найтись тот, кто что-нибудь видел и услышал. Дайан, убедись, что мы под надежной защитой. Да, Хейзл. ММ, отправляйся в старую библиотеку Джефферсона. Что в ней такого? Это место, которое часовня Хартфорда чего-то там отдала. Я отдала это здание, чтобы им было где обосноваться в Бостоне. Я требую разрешения вместо нее. Я отклоняю. Да что с тобой, Хейзл? Ты отправляешь ее на верную гибель. Все нормально, я справлюсь. Не сахарная, не растаяет. Она не готова к такому заданию. Я должна хотела пойти с ней. Нет, ты останешься здесь. ММ пойдет одна. Почему ты не отправишь вместо нее Даяна? Хватит, Хильда. У Даяна есть другие дела. Я не собираюсь перед тобой объясняться. Хейзл? Хейзл? Если с ней что-нибудь случится, я... Ничего, Хильда. Ты ничего не сделаешь. Пора бы уже ей довериться. Кого из нас ты собираешься отправить на вечер? Она уже ушла. Что? Кто? Я послала Лейшу. Ты серьезно? Всего часа, другое надрывло за решеткой психушки. Ты ведешь опасную игру, Хейзл? Без нас ты бы никогда не получила власть. Сейчас не время так пренебрегать нашим мнением. Я считаю, что момент самый, что ни на есть подходящий. Я принц Бостона, а вы Примаген. Я ничего вам не должна. Телсин, выведи их. Я объявляю. Перерыв. Вы знаете, что нужно делать? Что ты смотришь на меня? Красивый жетон. Пригляды за лифтом. Я спущусь и дождусь криминалиста. Ничего. Ой, прошу прощения. А что происходит вообще? Послание от шерифа. Принца просил у Мура 5 отчетов. Если не смогу доставить ей автора, надо бы принести хотя бы отчеты. Подожди, а я могу на оставшейся вообще что-нибудь прокачать? Таланты. Продолжить. А, мне только кодекс почему-то открыт. Я узнаю их, как только увижу. Соберите все отчеты о Совете Примагенов. Спецагент Смит. Подмога за ФПР. Наконец-то. Лейтенант вас ждет. Она прямо за дверью. Поосторожней с кровью. Криминалисты еще ничего не успели осмотреть. Понял. Серьезно? Я ничего не могу сделать? У меня только доступны типа таланты? Да? А, мне надо прямо использовать по ходу навыки, да? Чтобы хоть как-то... Ладно. Мне не очень хочется начинать заново игру. Жертва потеряла много крови. Поэтому будем играть с тем, что есть. В конце концов, когда вы начинаете вообще играть, вы ничего не понимаете. И вы как бы тыкаетесь, как... Опа. М-да. Так много у него колец, однако. Ну, короче, у нас, по ходу, Галли будет сам и это... Все про это. Лейтенант Андерсон, я веду это расследование. Специал агент Смит. ФБР. Смит? Это что, шутка? Нет, с чего бы. Проехали. Ничего. Я веду вас в курс дела. Около 2.15 к нам поступил звонок от консьержа. Он сказал, что один из швейцов ранен. Якобы в здании его внесли телохранители. Мы отправили патрульную машину, она прибыла на место около 2.45. Где консьерж? Он гостиной. Но вы вряд ли добьетесь от него чего-то детального. Бедняга сам не соль. Кто прибыл сюда первым? Первым прибыл Бейкер. Он где-то неподалеку. Думаю, вы легко его отыщите. Хватит об этом. Так, а потом... Затем внутрь, парни сразу наткнулись на это. Нам известна личность? Да, принял его удостоверение. Это владелец квартиры. Зовут Джейсон Мур. Не знаю, кому он перешел дорогу, но добром это для него не кончилось. Вы перекрыли все входы и выходы из здания? Да, поставили сотрудников на первом этаже и парковке. Как попасть на парковку? Вы должны спросить о консьержа. Это он отвел моих людей вниз. Где его семья? Да, у него была жена и восьмилетняя дочь. Жена Лидия Мур, 34 года, архитектор. У него двойное гражданство в Коста-Рике и США. Раньше не привлекалась. Мы попробуем с ней связаться. Дочь живут в Джун. Мы искали, но здесь ее нет. Что известно Муре? Он был распорядителем активов. Действительно, мне кажется, что он был замешан в каких-то темных делах. Уверена, мы про них еще узнаем. Не каждый день обычным бухгалтерам отрубают головы. Его телохранители. Мы до сих пор их не нашли. Окей. Продолжайте. Мы все еще ищем голову. Ждем криминалистов, чтобы завершить осмотр. Но они застряли на другом месте. Другом? А вы не слышали? Небоскребе One International Place. Говорят, там произошла настоящая резня. Так значит, вы приехали забрать у нас дело? Нет. Я работаю над кое-чем другим. Имя Мур всплыло в ходе расследования. Но подробности я сообщить не могу. Хорошо. Объясню это своим. Предчувствие незримого. Так. Узнать его природу. И увидеть следы. Агент Смит from the FBI is here. We're still in charge of the investigation, so please cooperate with him. Обезглавили. Срез довольно чистый. Нахрена вы нам даете нам вот это вот смотреть? Я сейчас как тот мужик буду блевать. Ладно. Предчувствие незримого. Рядом находится чей-то вакей. Хватит тишка удостоверения, Мура. Два стакана. Ой, нифига себе, у вас стаканчиков кофе, ребят, поделитесь. Полиция Бостона. Записная участок. Отбывает. Возвращается раненый. Звонит. Потому что они так решили, может быть. Что тут? Посмотри. Официозное украшение. Может, печатать сливки бостонского общества? Но не менее. Да ты вообще неудачник. Слушай, как ты вообще до сира до этого додожил? Ничего. Не припугнуть своего слишком борзого отпрыска не можешь, блин. Не убедить кого-то. Только с людичками имеешь дело. Чей-то лакей, да? То есть там где-то должен быть вампир вообще. Они хотели принести сюда нотку отдыха. Нормальная такая вообще нотка отдыха. И это тоже, кстати, отображается. Врут все ваши истории про вампиров, которые не отображаются. В зеркалах врут. Господи. Напугалась. Настоящие джунгли в самом сердце Мостыни. Поистине мирный оазис. Джейсон, почему ты искал умиротворения? Да потому что дочка что... Пормальный такой вообще у них... О, нет, ну в шопу, блин. Мне бы было очень страшно. Вы смотрите просто. у тебя играете с игрушкой у него внешность такая найти такой добрый батя джейсона я ведь предупреждал бог свидетель я тебя предупреждал но я опять люто негоду если он такой старый у него ну дайте нам больше прокачиваю мы разрешаем все к чему прикасаемся я тут я не спорю ты как бы вы сам самую главный разрушитель даже молковианка чокнутая справилась лучше с заданием чем ты хотя блин у него я смотрела то есть в прошлый раз квартира выглядела иначе хотя возможно что предполагалось что не будет вообще никаких неудач первоначально осмотреть здесь кто-то спал ты видимо охранник него кейджи нет вот охранник походу или это полицейский ты кто надо его допросить он сам не свой сейчас вряд ли получится да мне лучше знать мистер адамс это не должно быть случилось было случиться какой кошмар столько крови меня есть вам несколько вопросов сказал что надо позвонить 911 я ему говорил ой как вас сейчас понятно то есть я вам получается загораживают да я вам загораживаю очки крови я только сейчас это поняла вы не а вы не видите почему я вообще так возмущаюсь да и ну давайте вот сюда вот так то без вернем выпку на свое место ничего не знаю ну чё поделать в одном так о вообще типа величие имеет смысл давай будь великим сэр послушайте все хорошо успокойтесь в безопасности вы сделали все что ваших сил все чтобы у моих сил мне нужно чтобы вы ответили на пару вопросов я да конечно что вас интересует семья мура расскажи о муре вы хорошо знали мистера мура друзьями мы не были если вы об этом мы были давно знакомы неплохо знали друг друга он был человеком привычки всегда работал поздно и часто просил меня что-нибудь у принести газету батарейки чего только не был его запросов я всегда гордился тем что мог раздобыть желаемое в любой день и час если подумать он был то еще с собой как и его клиенты ну да он же вампиров обслуживал у него были посетители мистера мура было много посетителей и человек его положение это обычное дело только вот да обычно гости приходили к нему посреди ночи признаюсь это было немного странным когда работаешь на нас по-другому никак он рассказывал что работая с иностранцами часто приходится разрываться между часовыми поясами вот что значит работать на дому с коллегами он тоже встречался по ночам но когда родилась малышка джун гости стали приходить куда реже умный ход у него были враги вы не знаете у него были враги нет он был очень уважаемым человеком знаете ли не водился с дурными людьми если вы об этом разве что с нами он был верным со всем уважением к покойному вам известно были ли у него в не брачные связи мистер мур был хорошим человеком уверен он бы ни за что не поступил так женой и даже и думать не стал бы что если она не возражала вы не замечали в квартире бывали незнакомые вам ваш вопрос крайне неуместен я не красного арендатор она всегда обходительна с персоналом и первая спешит поприветствовать новых соседей настоящая леди красноречие неудача пошел в жопу были отношения стороне я не стату плохо отзывается о мисс мур миссис мур отвечать на этот вопрос было бы ниже моего достоинства где она вы знаете где она министер мур сказал что она поехала в их дом в коста рике она довольно часто там бывает миссис мур архитектор она любит работать на родине у нее там семья у нее есть дорогие как думаете мог ли кто-нибудь сильно обозлиться на нее позвал выместить на мужа нет сомневаюсь разумеется многие могут не завидовать но не до такой степени дочка дочь уехала вместе с матерью отнюдь как раз начался учебный год и миссис мур уехала две недели назад я не видел ее с понедельника когда мистер мур отвозил ее в школу в первый учебный день ребенок пропал серьезно она должна быть осталась началась у подружки я бедняжка хвала небесам что ее здесь небо телохранитель да их зовут джек джеймс и ву добрых слов они от меня не дождутся почему потому что когда тишина и покой они так они расхаживают с важным видом а где они были этой ночью вот скажите где за что им платят они должны были его защитить как думаете куда они могли запропасть не знаю но одно могу сказать точно если встречу их еще раз все им выскажу прошу расскажите мне вечер еще раз что сегодня произошло вечером мистер мур уехал вместе со своим телохранителем один из них пошел за машиной и мистер мур спустился к ней около полуночи а потом они вернулись около двух ночи мистер мур хромал он опирался на одного из телохранителей у него шла кровь он был ранен я сказала ему что могу вызвать скорую для врача но он не ответил я подошел ближе хотел проявить настойчивость но ву ответил что ничего страшного не случилось моя помощь им не нужна они отправились наверх и тут я увидел перед лифтом капли крови их поведение показалось мне неразумным что эти двое громил могли понимать а где третий так что я позвонил мистер мур по внутренней связи несколько раз он ответил нет поэтому я поднялся и позвонил дверь но мне никто не ответил тогда я вернулся за свой стол и вызвал вас так сейчас подождите мне надо кое-что проверить а не все в порядке продолжаем лейтенант упоминал о проходе в подвальное помещение да туда можно попасть через кухню на служебном лифте лифт вызывается магнитным пропуском я отдал запасной вашим коллегам запасной вашим коллегам они захотели туда спуститься основной до сих пор у меня он вам нужен будьте добры спасибо за ваши показания вы должны найти того кто это сделал справедливость должна быть установлена не только ради мистера мура но и всей его семьи важнее всего узнать ты посмел перейти нам дорогу мы этим займемся положитесь на нас никуда не уезжайте у нас могут появиться новые вопросы короче я так понимаю надо в любом случае даже в случае неудачи в этой игре пытаться использовать а чувствует вину считает что мог сделать больше придано дружелюбность роману педантичный держится профессионально это вот этот вот мужик надо все равно нажимать на все вот эти вот обуждение красноречия Джейсон Джейсон, Лидия и Джун маленькая семья на большой картине Джейсон Джейсон, профессионал своего тела гордый отец семейства Джун больше похоже на Джейсон чем на Лидию Лидия так и сияет ну сияет и сияет ну сияет и сияет я ничего не вижу вообще какой огромный домино если честно я могу попить прочитать органайзер Лидии дедушка Коста-Рика сводить Джун на урок рисования новую книгу новую архитектурную в экстренном случае отназвать Пура вида ну Пура вида так Пура вида чё пицца чипсы не переживай не переживай сейчас пройдет ужин смертного который дошел до предела а он тут короче просто взял и вся в себя закидывал да пиццы куча чипсов закидывал короче всякие пончики да просто вот хавал в себя углеводы сахар вот это вот все кто оставил ее валяться вообще я еще не одобряю почему вы до сих пор не съели пиццу отдайте ее полицейским они с ней ходят блин тут голодные наверное в мешках до сих пор остались следы крови а этот вообще блюет прям посуду помнится раньше он лучше следил за собой что с ним стряслось вообще такое ощущение как будто тут вы в порядке да просто голова закружилась я ж знала чего ждать но минуту я только приду в себя вид крови мы все через это проходили да нет ты прям посуду влюешь фу как отвратительно ну и вонь короче реально такое ощущение как будто он тут один жил холостяк возможно что в семье у него была какая-то хрень потому что я не вижу тут никакой счастливой семейной атмосферы наоборот он как будто пытался себе уют создать как жена уехала все потеслась душа в рай нет давайте заканчивать короче у меня есть очень много вопросов к этой игре касательно вообще всей техники потому что с первого раза пройти на хорошую концовку походу вообще невозможно ты будешь просто в лужу садиться и будешь себя чувствовать очень некомфортно а так вообще как-то ну не честно что не знаем хочется как бы ну перепройти да без проблем то есть и тогда когда ты уже получишь какое-то удовольствие от этой игры там если реиграбельность много вариантов развития событий а не так что блин я профокапилась давайте я перепройду и в этот раз тоже сделаю все правильно вот но надо думать ладно давайте на этом на сегодня заканчивать всем спасибо за просмотр я буду вам очень благодарна за поддержку виде лайка и комментарии подписывайтесь на youtube нажимайте на колокольчик чтобы вам приходили уведомления и у нас есть контакты телеграм и дискорд все ссылочки в описании всем хорошего утра дня вечера или ночи в зависимости от того когда вы это смотрите увидимся с вами в следующий раз берегите себя и пока-пока